Арт-практикум – это новый формат мероприятий на Орловщине. Здесь и общаются, и обмениваются опытом представители разных стран мира. В этот раз выступающими на сцене могли взаимодействовать и зрители. Они должны внимательно смотреть и в конце ответить на очень каверзные вопросы. И те, кто ответит первые и естественно правильно, те получат призы. Президент Содружества гаитянских студентов Орловской области Телсон-Джевсон рассказал, что в нашем регионе обучается более 230 студентов из Гаити. У нас там одна девушка, ее зовут Кристи, и она будет поет очень прекрасные песни, которые на родину. И когда мы поем эту песню, это значит, что мы обнимаем вместе, мы любим друг друга. Памирский народ рассказал нашей съемочной группе о своих традициях, с которыми он будет делиться и с гостями арт-практикума. Все эти ребята являются представителем Горного Памира, и мы хотели бы сегодня выступить и показать людям те ценности, которые с древних времен и до нашей, до последнего дня мы как бы сохраняем. Это праздник Навруз, который торжественно отмечается каждой весной, то есть 21-22 марта, день равновесия. Так, когда отмечают Навруз, принято собираться с соседям, родственникам и друзьям. При этом у каждого гостя в руках должна быть ибовая веточка. Это символ счастья и светлого будущего. Хозяин встречает пиром, а после все собравшиеся идут в гости в другие дома. А там тоже обязательно накрыт стол. Так на Орловской сцене показали и рассказали о своих традициях еще сотни национальных культур. Заметим, что каждое мероприятие, в котором принимает участие Ассамблея народов России, по-своему уникально и неповторимо. Основная цель этого и многих других межнациональных фестивалей – укрепление взаимопонимания между представителями разных национальностей. Это и возможность познакомиться с культурой разных стран мира. Стефания Басарева, Илья Афоничкин и Ирина Волкова. Телеканал Первый областной.